девчонки я вас приветствую вторая часть нашего видео вяжем рукав разбираемся с бусинами вот эти большие я пока откладывая их буду потом уже на готовый свитер пришивать не буду я их ввязывать потому что я думала думала пыталась рассчитать это все дело это насколько для меня во всяком случае сложно рассчитать как бы периодичность маленьких бусин и вот этих вот больших что я не рискнула я решила их пришить а маленькие будут называть кто смотрел видео с носками те уже знают как как продевать эти бусины я беру обычную иглу обычная нить до связан завязываю на узлом вот он узел и передвинута вот здесь вот у меня уже и варса какая-то узел и немного сдвинут вот теперь в эту петлю я продеваю вязальную нить просто и и так вот захватываешь все ничего не завязывая ничего не привязывая и одеваю бусины на иглу меня бусины на девчонки валяются уже по всей квартире ловлю ловлю они все равно убегают и как вы катаются вот так вот берем одеваем на нить и протягиваем через них вот эту вязальную нить вот и одеваем я допустим сильно большое количество я не рискую одевать потому что сложно перед передвигать их потом если их много очень во вторых для меня проще потом нить обрезать еще одеть следующие бусины вот я одеваю какое-то определенное количество и вижу а потом когда заканчивается и нить обрезаю и одеваю следующие бусинки потому что если одет все для целой детали представили сколько какое какие будут бусы и этаж их все надо передвигать вот перемещать чтобы вязать этой нитью вот одеваем для рукава мы хорошо набираем на спицы 2 миллиметра на тонкие спицы набираем 46 51 56 петель соответственно с допишу чтобы было поднять и далее будем то есть разница в размерах вяжем резинкой 16 рядов 16 рядов вот она моя резинка далее добавляем петли по сути добавляем практически через петлю сняла петлю воздушная петля провязала одну воздушная петля то есть через каждую петлю мы добавляем воздушную петлю провязав одну петлю мы делаем воздушную петлю и так до конца ряда добавила я эти петли соответственно смотрим для размеры сколько мы добавляем петель здесь 45 50 55 петель добавляем соответственно для всех размеров и вот такое вот количество петель у вас должно получиться нас 91 101 111 далее переходим на спицы два с половиной и вяжу я первый ряд лицевыми петлями начинаем вязать изнаночную кладь с лицевого ряда лицевыми петлями и еще 4 ряда по узору провязала я 1 2 3 4 5 рядов после добавлений и теперь будем задействовать уже бусины наш на схеме я расписала количество вот по размерам количество петель как общее как которое должно быть и вот здесь вот видите от низу до верху между вот этими бусинами чтобы вы понимали вот они вот наш рукав 7 полосок всего у нас бусинами будет и петли как которые у нас между бусинами включая здесь все количество петель включая кромочную поэтому так что мы делаем вот сто это время мы наши бусины передвигали за по вот этой нитке и теперь в одном ряду у нас будет использоваться 7 бусинок я их передвигаю поближе смотрим 12 петель у нас вначале считая кромочную 1 12 провязала теперь подвигаю бусину видите зажимаю ее пальцами и вяжу далее вяжу изнаночными видите вот так вот и она остается у меня здесь связано далее между бусинами вяжу по 11 петель вы соответственно вяжите столько сколько для вашего размера следующая бусина зажимаю ее здесь и вяжу следующий изнаночный 11 следующая вот девчонки видите вот таким вот образом у нас образовалась 7 вязалось 7 бусин вот в конце у меня 12 петель вы соответственно смотрите по вашему размеру далее продолжаем таким вот образом сейчас я вяжу изнаночные лицевыми потом лицевой ряд изнаночными петлями потом еще один изнаночными и в четвертом ряду после вот этого я снова буду ввязывать бусину то есть три ряда между бусинами и четвертый ряд с бусинами продолжаем вязание ровно и для скосов мы ничего не добавляем здесь у нас косов рукава нет смотри смотрим вяжем увидите вот у меня ниточки их продену это я разве продевала бусины то есть у меня заканчивались и я разрезала нить и опять одевала бусины и вязала вот поэтому у меня на рукавах вот такие вот есть не то что касается рукава до проймы вязание смотрим первая цифра это сантиметры 50 сантиметров 53 сантиметра 56 сантиметров и в рядах 120 130 140 тут соответственно для всех размеров далее мы начинаем вязать реглан точно так же как вперед спинка вяжем 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 то есть окрасе начале каждого ряда провязываем две петли видите я вам положу два рукава один разутюженный 1 нет 1 который я работаю сейчас делать вот они оба мои рукава в полном все одинаковые одинаковые единственное что вот этот скос теперь должен быть с этой стороны так объясняем значит вяжем мы до того момента да вот вот этот рукав вот сейчас он у меня когда для размера с у нас 35 сокращение вот этих вот я имею ввиду по два раза провязана для размера м 40 сокращений и для размера м 45 сокращений по одной петли вот я написано нарисовала написала вот теперь теперь мы будем вязать но с одной стороны мы еще пять раз будем сокращать по одной петле вот они видите в итоге у нас с одной стороны эта сторона спинки у нас 40 сокращений 45 и 50 сокращений вот здесь вот со стороны переда у нас остается вот это количество сокращения но с этой стороны мы начинаем сокращать по три петли 1 2 3 4 5 5 раз и сойдет у нас на нет вот так вот только следите чтобы у вас было как бы вот такие вот 2 то есть это что у нас этот короткая часть у нас идет к переду длинная к спинке вот так вот поэтому зеркальном отображении должны быть рукава завязывать все все детали у меня готовы схемы я думаю зафиксировали теперь я сшиваю регланной линии и далее буду уже пришивать оставшие остатки бусин буду пришивать иглой сшиваю регланной линии соответственно кто не знает я бы узнаю что знают все рукав где сторона длиннее к спинке где сторона короче к перед так мои хорошие смотрите сшила я рекламные швы и разутюжилась естественно пишу и потому что что-то стоит колом это сря вот так вот пока выглядит вот это моя мой полуфабрикат беру мел и прорисовываю вот эти видите продляя как бы этот эту линию и далее я уже буду вышивать так и теперь одинаково попытаться здесь плохо разутюжила вот таким вот образом я прорисовала видите и сейчас я буду вот смотрите мисочку себе такую приготовила нитки иглу вот сшивала я толстой иглой а пришивать бисер буду тонкой насыпала бисер а так смотрится аппетитно вот и сейчас по вот этим линиям с равным интервалом как бы попытаюсь восстановить вот этот интервал я просто продлёт эту линию так вот и буду пришивать бусины значит восстанавливаю эти две линии а далее продолжим потом уже так смотрим девчульки смотрите нашила я здесь мы бусины продлила до горловины видите вот эти две полосочки продлила теперь что я сделала теперь я буду пришивать большие для этого я вот эту вот часть рукав 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 всего если мы посмотрим на рисунок да я посчитал что всего у нас шесть как бы рядов этих больших бусин начиная от горловины заканчивая к нам же измерила вот эту вот всю длину рукава у вас будет у вас это будет соответственно вашему размеру и разметила примерно 10 сантиметров между этими секторами вы смотрите по своему размеру в общем на 6 таких полос и 6 отделов как боти я разметила и вот здесь вот буду пришивать по одной бусины бусине между этими полосками по одной большой вот счастья все везде причем вам покажу смотрим мои хорошие видите пришила я эти бусины большие вот они у меня девчонки я начинаю влюбляться какая же это красота я не знаю передаст это камера или нет но это действительно круто следующим этапом вот здесь вот видите на перед на передней половине я уже одну часть сделала здесь совершенно хаотично я вот так вот нашила как бы в разброс эти бусины уже уже четких линий у меня нет видите вот она ведь без этого и тут вот просто как-то в разбросу так видите сколько у вас бусин есть сколько там допустим вам хочется вот немного так как бы смазать это все эти четкие линии вот здесь вот на плечики и на груди вот сейчас я сделаю эту вторую часть я же говорю это абсолютно хаотично я нашила эти вещи эти остатки доделаю вторую часть и останется нам только горловина девчонки все девчонки нашила я бусины утомили они меня теперь по горловине я набираю пиццами которыми я вязала резинку в два сложения нить и 1 нить с бусинами одеты все набираю петли в круговую и петель набирают достаточное количество потому что воротник он у нас не прилегающие такой стоящийся наберу и вам покажу начинаю со спинки вот отсюда того стыка и набираю петли буду набирать вот смотрите немного пониже чем не по кромке как бы не по краешку а чуть пониже чтобы было симпатичнее все набираю эти петли далее где набрала я по кругу 160 петель смотрите внимательно считайте довольно много петель набрала чтобы получить тот горловину которая у нас на картинке в она была стоять то 60 петель на число петель должно быть кратно 4 обязательно потому что горловину мы будем вязать резинкой один на один поэтому числу петель кратно 4 так смотрите мои хорошие вижу я горловину первый ряд меня видите изнаночный но он сливается с этим рядом потом три ряда резинка 2 на 2 и четвертом ряду я в изнаночных как бы там где в резинке 2 изнаночные между ними добавляю бусину в каждом как бы изнаночном промежутке потом три ряда буду вязать ровненько просто резинкой и в четвертом снова буду добавлять на бусин то есть бусины добавляем в каждом четвертом ряду резинки вяжу по кругу девчонки никаких уже швов не будет все у меня по кругу сейчас идет я довязала я эту горловину сделала я три ряда с бусинами видите вот в сантиметрах сейчас я вам все буду рассказывать далее вязала без бусин сантиметрах у меня высоту 8 сантиметров ну даже если вот так прям 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 мере то восемь с половиной то есть готовым виде 4 сантиметра вот это я видите как набирала сейчас я просто отогну и здесь пришью вот это чтобы горловина была двойная то есть подошью эту горловину и будет она выглядит вот так вот так далее нам остается только сшить вот этот боковой шов все и в принципе и и мы готовы не так все страшно оказалось на самом деле девчонки так девчонки смотрите показываю вам результат вот это мой свитер неудобно снимать я надеюсь моя дочь придет и мы снимем на ней либо на манекене как-то более культурно и красиво это с ними ну в общем любом случае это мой гамма я готовая работа не ровно повесила размер отличается конечно отличается тем что он длиннее чем оригинал но длиннее это вы можете легко исправить просто длину вязать меньше рукав получается остается а сам свитер вязать короче если вы хотите точно так же как оригинал но я просто дома в возрасте уже у меня мне слышны слить поэтому открыть живот я себе не могу позволить мне нужно вот эти проблемные зоны закрывать поэтому для себя я связала подлиннее это уже на ваше усмотрение я думаю самая большая проблема как бы не проблема самый сложный этап это эти бисерины до а сама длина тут проще простого не укоротить это вы уже мне сделать сможете вот вот такой вот свитерок у меня у нас вяжите девчонки я так жду ваших результатов честно я очень хочу видеть то что вы свяжете пожалуйста посылайте мне куда угодно фейсбук контакт инстаграм где у вас есть страничка посылайте пожалуйста свои работы я вас я все буду выставлять я все буду показывать и мы все все их будем смотреть вот девчонки на этом все первые у нас свитер связанный экспериментальная рубрика запущена новые вещи которые вы хотите возможно быть хотите связать тоже посылайте тоже посылайте я буду выставлять их на обсуждение мы вместе будем решать что мы будем вязать следующие а сейчас я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия опишите свои отзывы свои мнения я с удовольствием почитаю выслушая критику все и мне уже интересно следующий какой будет следующий проект ну и там все девчонки всем пока пока вам была вика и школа рукоделия